Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем о том, что важного и интересного произошло за этот день в Кирове. Вот основные темы выпуска. Цены на яйца пошли вниз, большие планы на новые улицы в Кирове, жители поселка Мельница снова могут ходить и гигантские фонтаны в цирке. В России подешевели куриные яйца, об этом сообщает Росстат, самое большое снижение цены фиксируют в Кировской области. За месяц яйца стали дешевле на 10 рублей. Сейчас десяток можно купить в среднем за 130 рублей. Напомним, что пик стоимости яиц был в декабре, их цена достигала 160 рублей за десяток отборной категории. Меньше чем на процент упала цена на помидоры, свинину и сыр, а вот стоимость овощей и фруктов выросла. Капуста стала дороже на 3 процента, морковь, бананы и свекла на 2 процента. На несколько копеек подорожали хлеб, печенье, кофе, макароны и сосиски. В этом году в Кирове появятся четыре новые улицы. Об этом сообщили в правительстве. Их построят в микрорайоне Чистые пруды, Южные и Озерки. Как планировали в прошлом году, улица Чистопрудненская станет длиннее. Ее достроят от Ивана Попова до Производственной. Новый участок растянется на 626 метров. Еще 600 метров построят от Попова до улицы Совхоз-1. В микрорайоне Южный планируют реконструировать улицу Рудницкого. А вот в Озерках построят улицу от Трофиной до Павла Корчагина. О сроках строительства пока неизвестно. Жители поселка Мельница Слободского района снова могут ходить. Пять дней люди не могли пробраться сквозь сугробы. Про населенный пункт наконец вспомнили. Туда приехал трактор и расчистил дороги. Вот и как нам здесь было бы пройти? Трактор-то еле берет. Посмотрите, что творится. Напомним, что после снегопада в жители поселка оказались отрезаны от города. Люди не могли добраться ни до магазина, ни до школы. Дети боялись выходить из дома. Сугробы были высокими. Трактор приехал после вмешательства Народного фронта и средств массовой информации. На снежном полигоне у БХЗ живет Лиса. Она следит за вывозом снега примерно пять лет. Ее знают все работники полигона. Но с машинистом-бульдозером Леонидом Слутниковым у них особая дружба. Лиса узнает его трактор из всех. После небольшого вкусного перерыва машинист приступает к своей работе. Лиса тоже на посту. Ее здесь называют контролер из леса. Работы в этом сезоне на полигоне много у всех. Сотрудники говорят, что в этом году снега больше. В прошлом такой объем был только весной. Кировчане приняли пламя семейного огня 23 января. Владимир Путин объявил 2024 годом семьи в России. На форуме в столице торжественно зажгли пламя сердца России. Сегодня чаша с огнем прибыла в Киров. Это тепло семейного очага привезут в каждый город страны. С сегодняшнего дня в области начинаются мероприятия в честь празднования семейных ценностей и домашнего уюта. Первой точкой мероприятия стал Александровский сад. Именно там принимали торжественный семейный огонь. Сегодня в Александровском саду собрались те, кто десятки лет несет звание крепкая семья. И те, кто только делает первые шаги в сторону отношений. Дети, родители, братья и сестры. Добавили огня в неугасающее семейное пламя в Муроме. Именно там находятся мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровители семьи. Проделав большой путь, огонь добрался до Кирова. Надеюсь, что этот огонь мы будем хранить, будем передавать вновь созданным семьям, передавать разным общественным организациям, религиозным конфессиям, для того, чтобы продолжать ценности нашего общества, ценности любви, взаимоуважения, все, что рождается в наших семьях. Семья Самоделкиных из Нагорского района приехали в Киров, чтобы дать наставление новичкам семейной жизни. Олег Федорович и Надежда Анатольевна живут в счастливом браке 39 лет. Скоро было встречать рубиновую свадьбу. У них четверо детей. Самые старшие сегодня приехали поддержать родных. Главное в семейной жизни уважение считают супруги. Молодым семьям нам бы хотелось пожелать счастья, добра, детского смеха побольше, терпения, уважения друг к другу. Добрый путь. Андрея Настасия Усатова приняли тепло семейной жизни в виде лампады с огнем. В браке они пока новички. Штампов в паспорте всего один день. Но за время отношений уже успели познать семейные ценности, создать свой свод правил и намерены беречь любовь и уважение долгие годы. Ну совсем недолго. Да, да. Чуть больше полугода мы вместе и за это время мы решили, что хотим быть надолго вместе и зарегистрировали свой брак. Это что-то удивительное, это что-то новое, я бы сказала. Акция «Огонь семейного очага» пройдет по всей стране. Пламя сердца России проделает огромный путь и сохранится как минимум на год. В Кирове оно будет согревать молодоженов по дворце бракосочетания. Именно туда доставят лампаду с неугасаемым огнем. В Кировском цирке волнение и трепет. До премьеры осталось меньше суток. Кировчанам представят один из лучших проектов российского цирка – шоу «Воды, огня и света». На арене цирка будут гигантские фонтаны и современные световые технологии, а еще просто феноменальные способности артистов. Сегодня прошла генеральная репетиция нового шоу. Магия начинается. Всем приготовиться к необыкновенно зрелищному и красивому шоу. Цирк «Воды, огня и света» собрал лучшие номера обладателей самых престижных премий мира. В первом отделении шоу становится понятно – невозможного для этих артистов просто нет. Они крутят сальто на джамперах через огромную скакалку. На Эйфелевой башне показывают необыкновенно красивый и сложный номер эквилибристики. А в момент жонглирования шляпами. Дыхание замирает у всего зала. Без милых животных, конечно, сложно представить цирк. В этом шоу будут попугаи Ара, бентуронг и настоящее обезьянье корида. На генеральной репетиции они наравне с артистами цирка прогоняют каждую секунду. На премьере для зрителя все должно быть идеально. Моя бабушка Флора Минина всегда говорит каждому абсолютно артисту, что пока ты не отработаешь 20 лет на манеже, тебе всегда будет трясти перед началом. Поэтому перед премьерой каждый артист абсолютно испытывает, наверное, каждый раз необычные чувства, волнение. Это безусловно. Зрителям чувств тоже достанется. Во втором отделении шоу «Воды, огня и света» иллюзионный аттракцион-иллюзиониста заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Прямо на манеже зрители увидят фонтанное шоу. Я могу с уверенностью сказать, что шоу «Воды, огня и света» – это именно тот проект, в котором гармонично сочетаются современные технические возможности с качественным цирковым искусством. И, конечно же, артисты – это лауреаты, призеры международных фестивалей артистов цирка. Поэтому каждый, кто придет к нам на представление, увидит здесь для себя что-то новое и интересное. Артисты говорят, что после этого шоу влюбленными в цирк становятся даже самые скептически настроенные зрители. Премьера в Кировском цирке – 27 января. Ксения Зиновьева, Илья Кошкин и Никита Возисов. Информационный канал «Город». Это были новости на Первом городском канале. Меня зовут Артем Миронов. Всего доброго и увидимся в городе!